Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем в преддверии весны и лета ожидаемых с нетерпением, хотя за окном Бог весь что творится. И тем не менее, наверняка сейчас, когда станет наконец-то солнечно и тепло, то всем понадобится новая красивая одежда. И вот сегодня как раз соглашается моя гостья. Сегодня как раз мы об этом и будем с вами говорить. И тема нашей программы пошив одежды на заказ рост популярности магазинов ателье в России и в гостях сегодня. Екатерина Лопаткина и Пол Командор, совладельцы сети магазинов персонального пошима, костюмы, код. Добрый день. Добрый день. Катя, добрый день. Пол, добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо. Не суть важна, да? Собственно, в студии не видно, какое на самом деле сейчас время дня. Важно другое. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, позвонив по телефону. Телефон в студии 6510-99-6, код Москвы 495. И либо выберите для коммуникации сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы моим сегодняшним гостям. Я сразу про... Хочу предупредить, уважаемые слушатели, дело в том, что Пол не очень хорошо говорит по-русски, поэтому иногда Екатерина будет ему помогать. Не так плохо, да? Нет, не очень хорошо. Да, не так плохо. Согласен. Стакан наполовину пола, наполовину... Пол, да, не так плохо, говорит по-русски, поэтому Екатерина будет ему время от времени помогать. Ну что ж, давайте начнем разговор. И, собственно, мой первый вопрос... Ну, собственно, каким образом, да, вот вы занялись этим делом? Какие корни, да, откуда все это взялось? Скажите. Пол, do you want to... Should I start? Yes. All right. I think we started three years ago with the first ID. В первой идее, это где-то три года назад пришла нам в голову о том, что что-то такое можно сделать в Москве. Подожди, что-то такое, то есть было все равно, что делать? Нет, что-то такое, связанное с персональным пошивом. Вот это важно. Абсолютно, конечно. То есть мысль была изначально именно эта. Да, да. And we opened the first store two years ago. И два года назад мы открыли первый магазин. Пилотный. Пилотный. Совершенно верно. Очень маленький, я не знаю, слушает ли нас кто-то из наших клиентов, те, кто у нас был в гостях, в первом магазине, потому что я даже иногда чувствую вину за то, что мы приглашали людей в такой пилотный магазин. Хотя очень много народа его любит. А вина в чем твоя вина? Вина в том, что он, ну, действительно, очень маленький, очень пилотный. То есть нужно действительно либо очень любить костюмы, очень доверять нам, чтобы сделать заказ. Ну, то есть в физическом смысле, да? Физическом. То есть там негде было посидеть, была узкая примерочная, и что там? Ох, примерочная у нас были ситуации, когда люди примеряли в офисе, в коридорчике перед магазином. Да, действительно, это нужно любить. Это очень надо любить. Сидели на скамейчке перед магазином. Подождите, ну, я предположу, что, видимо, люди, которые к вам сначала приходили, это были ваши знакомые, друзья. Они закончились через два месяца. Знакомые друзья? Закончились. Имеют, да. Имеют обыкновение заканчиваться, их не так много. И тогда ты начинаешь чувствовать вообще, твои идеи что-то стоят или нет, когда уже больше не можешь звонить и смотреть в глаза. Купите еще у нас еще пару костюмов. Знаете, у нас такая моя любимая шутка, когда кто-то из наших друзей или знакомых спрашивает, вот 23 февраля, что вам? Моя мама, например. Она говорит, что Кате вам подарить? Что подарить Полу на 23 февраля? Я говорю, мам, лучший для нас подарок это новый костюм для моего брата. Купи ему новый костюм. Это нормально. Да, Пол, я тебя перебила. Я понимаю, я согласен. Да, два года назад пилотный магазин и спустя год, полтора года мы открыли второй же магазин-магазин. Это такой серьезный магазин. Ну, для нас, да, серьезный, большой, в два раза больше, с двумя примерочными, ну, с манекенами. Вау. Да. Мы идем шаг по шагу, да? Шаг за шагом. Это нормально, конечно. Ну и сейчас в двух словах, да, у вас сколько? Два магазина. Два магазина сейчас, да? Работаем над интернет-магазином. Угу. Ну и планы расширяться. Да. Степ-бас-теп. Абсолютно. Да. Да. Я думаю, что за позже этого года мы сделаем в Москве один еще один магазин и, возможно, в других русских городах. Да. До конца года мы думаем еще один магазин в Москве, потому что все равно это немножко такого private формата, то есть они небольшие, это никогда не будет большой проходной 400 квадратных метров. Не будет, потому что вам это не нужно. прежде всего, да? Да, у нас другая идея. И сам продукт по себе, он требует немножко такого личного пространства. Я, знаешь, готовился когда в программе, я с детства вспоминаю, из советского своего детства были такие, ну ты, может быть, слышала когда-то об этом, был такой термин ателье индпошива. Индпошива. Знаком. Как раз, да? Да, да. То есть я почему-то в детстве ассоциировал инпошив с иностранным каким-то, а на самом деле это индивидуальный пошив. То есть вот об этом ты говоришь, да, что не будет никогда проходного двора, потому что нужно непосредственно к каждому человеку подойти и заглянуть в глаза. Час. Мы проводим с клиентом один час. Представляете, face to face человеку должно быть комфортно, люди должны работать те, с которыми человек сможет провести час, о чем-то поговорить, посоветоваться, рассказать. То есть, ну, это требует пространства, это требует немножко закрытости все-таки, небольшой. Хотя наша I'm saying about our main idea still, even if it's a personal tailoring, даже если это персональный или интпошив, наша идея сделает инт массовый пошив. А здесь нет парадокса некого? Индивидуальный массовый пошив. Вот, да, да, да. Это мой парадокс. Мы поэтому себя и не называем ателье, мы себя и называем магазин персонального пошива. Да, с одной стороны персональный пошив, а с другой стороны это магазин как нечто массовое такое идея. Да, да. Это как и серия автомобиль, это не роскошь, а средство. Да, средство передвижения. Хотя, тем не менее, некоторые на Бугатте передвигаются, некоторые на иных, но все равно это так. Я согласен. Ну что, здорово, здорово. Главное, что идея это такая благородная. У нас, на самом деле, очень глубокие корни у нашей идеи, и мы можем говорить об этом. То есть, это же не просто костюм, это философия, это, да. Это важно, это, конечно. У нас очень глубокие. Если копать, рыть дальше и дальше, то есть, вот идея массового костюма, идея доступного, доступной роскоши, идея доступного костюма для... Точнее, идея привить привычку шить костюм на заказ, чтобы это стало настолько популярной идеей, что у человека не возникал вопрос, как на заказ? Зачем на заказ? Почему, если я могу пойти? То есть, чтобы это вот в голове у всех, что это абсолютно нормально, как пойти постричься. Подожди, давай попробуем покопать. Мне тоже очень нравится, всегда, когда мы вглубь, вглубь. Вот по поводу философии некой идеи, да, то есть, доступная роскошь. Ну ладно, роскошь, наверняка, да. Ну, тоже не люблю это. Стереотип, да, слово такое несколько испорченное. Affordable luxury, it's a bit spoiled, вроде. Ну, мы будем говорить не о роскоши, а неком, неком, ну, давай, синоним какой-то подбери. Доступная, доступная, элегантность, да, доступное качество, доступное, что еще можно сказать? Instead of luxury, what can we use? Because luxury is always so used and the people are scary and it's actually everything against luxury at the moment. Ну, чтобы, да, заменить. It's difficult, yeah? It's difficult. It's, it's, it's... But maybe style even, affordable style. Affordable style. Стиль, доступный стиль. Да, доступный стиль. Точно, это стиль. Стиль, да. Стиль жизни. И вот здесь мы идем к философии. Да. Так вот, сейчас, к сожалению, время, как всегда, на самом... Ну, ничего не менее, две минуты есть, я свой вопрос озвучу, а потом мы начнем об этом говорить после новостей. Смотрите, да, доступный стиль. Но ведь стиль не всегда определяется, вот именно, ну, если мы говорим о костюме в частности, да, не всегда определяется тем, что я сшил, в частности, этот костюм, да, вот, в индивидуальном, так сказать, я не пришел в магазин, ну, приличного стиля, хорошего стиля, высокого стиля, и не выбрал там уже готовую вещь. Вот здесь нет опять какой-то шероховатости? Ой, нет, потому что покажите мне магазин в Москве, куда можно прийти, и... И стиль стал бы доступным. В этом смысле, да? То есть... В котором был бы стиль, который тебе бы соответствовал. Ага, ага. И чтобы он был при этом доступным. Ну, давай так. Стиль, который мне соответствует, наверное, мне пришлось бы помучаться над этим, то есть мне надо в один магазин прийти, во второй, в третий, в конце концов, я нашел бы то, что мне соответствует. Реально это? То есть это сложнее было бы. Это сложнее. Но это реально. Это реально. А теперь я понял, да? А теперь это еще должно быть вам доступно. А теперь, да, и здесь точка стоит. И здесь стоит, да. И это, скорее всего, недоступно. Вот. Это вот тоже одна из наших миссий. Стиль доступный, удобный. Ну, это здорово. Это здорово. Значит, мы с вами еще, если можно, сегодня вглубь немножко покопаем. С удовольствием. Но следующей темой, которую мы будем сейчас с вами обсуждать, как раз, ну, на мой взгляд, по крайней мере, мне показалось, она актуальна. И действительно ли ателье Инт Пашива, извини, пожалуйста, да, я старый сейчас использую термин, или в вашем варианте, да, магазин персонального Пашива, может ли он в нынешнее время составить конкуренцию готовому платью? И сейчас давай мы все-таки вот... Да, я хочу полностью перевести этот вопрос. Это его любимая. Олег Заскин, что он хочет поговорить немного о том, если персональное тейлорирование сутка может compete с ready-to-wear сейчас и в будущем, и в общем, это... Да. Мы можем отвечать, или у нас перерыв, или... Нет, у нас сейчас время есть, но давайте начнем, я вижу, когда будет перерыв, я скажу. Абсолютно. Like, I think it absolutely will compete and can compete with ready-to-wear store. Это абсолютно будет, это конкурентоспособный бизнес. Сейчас и будет еще больше. Уже сейчас конкурентоспособный. Да, готовым магазином костюма. Давайте сделаем... Let's make a... small... Price comparison. No, it ain't price, but they'll be talking about suits. Yes. Давайте мы сделаем такой момент, что мы занимаемся костюмами классическими. Здесь есть поправка. Я не могу утверждать за рынок, например, индивидуально пошива юбок платьев. Катя, прошу прощения, я понял. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш эфир на Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Екатерина Лопаткина и полкомандор, совладельцы сети магазинов персонального пошива костюм МКОД. И мы, как вы понимаете, говорим сегодня именно об этой теме. Насколько популярен пошив одежды на заказ в России. Вот, кстати, мы простились и ушли на новости, обсуждая именно эту тему. Но на линии у нас есть слушатель, Катя. Давай мы начнем с ответа на вопрос и послушаем его. Итак, Семен, добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Семен. Добрый вечер. У меня вопрос к Полу. К Вещн.То Полу. Вот у вас сейчас такой красивый пиджак. Он мне нравится. А вот у ведущего пиджак достаточно хреновый. Почему бы вам не поменяться с ним? Потому что у него такой идиотский пиджак. Я думаю, и очки идиотские. Ну да. В чем вопрос, Семен? Почему бы он не поменяться? Я понял. Он не принесли ничего. Ты ведущему одежда. Он хреновый одежда. Я понял. Я понял. Спасибо, Семен. Он не любит его пиджак. Нет, вопрос второй. Я так понимаю, что основная идея нашего звонившего была в том, что есть на вас, собственно. На вас произведения ваши собственные. Семен. Ты надеваешься на сейс? Да, абсолютно. Да. Я думаю, что когда ты пробовал один раз сделать тейлор-мейд сейс, ты не можешь надевать что-то еще. Он говорит, если хоть раз ты начал носить костюм или пиджак, который шит по тебе, по твоим меркам, ты, к сожалению, не можешь ничего другого. Уже не вернешься в магазин. Да, не вернешься. Ну давайте, собственно, продолжим. Мы начали до новостей. на ваш взгляд, действительно, может ли индопошив или пошив одежды на заказ быть конкурентоспособен огромному количеству, огромному, я не боюсь этого слова, причем на любой вкус и на любой кошелек, огромного количества готового платья, Катя. Если мы говорим о конкуренции, есть два момента. Первый, конечно, цена. Все немножко привыкли к завышенным ценам на продукцию, особенно костюмы и сорочки, и особенно в Москве. Вот хотелось бы узнать, особенно в Москве. Да, особенно в Москве. Потому что в Европе, видимо, все-таки не так это все выглядит. Чуть-чуть не так. Чуть-чуть не так. Мягко говоря. Поэтому то, что мы делаем в Москве, мы себя даже сравниваем и конкурируем не с другими магазинами или отелье пошива, а с готовой продукцией по цене. Допустим, если мы сейчас говорим о цене. Да. Это ценовая. И вторая часть, может ли это конкурировать в точке зрения продукта самого, то есть костюм. Да неважно пошить, надо костюм. И тогда, конечно, конечно, есть много, что можно делать с персональным тейлором, если вы сравниваете с что-то, что готово, чтобы надеться. В персональном пошиве такое количество возможностей, если это в точке зрения костюма, посадки, детали, дизайн. Ну, Кать, я прошу вращения опять, да? Ну, какие детали может быть? Костюм в Африке, костюм. Ну, какой детали? А вот вы знаете, что для вас костюм хороший? Ну, вот расскажите. На что вы обращаете внимание, когда вы приходите? Знаете ли вы, как выбрать пиджак и сказать, что да, он сидит на вас хорошо или плохо? Ну, я не знаю, у меня какие внутренние ощущения. Я, конечно, потрогаю его, поглажу, мне очень важно, да, качество материала. А дальше я посмотрю на его покрой. Ну, опять классический вариант какой-то, я не знаю просто, почему вот я зацепился за твой разговор о деталях, ну, какие там детали могут быть? Ну, вот расскажите. Классический покрой. Мне нужно две пуговички или три пуговички. Шлея сзади должна быть, да, там, вот так она была? Ну, вот я просто очень часто, естественно, в сферу, поскольку мы с этим занимаемся, хожу по магазинам и наблюдаю, как происходит покупка костюмов мужчинами в большинстве случаев. Человек одевает костюм, он смотрит и он вообще не понимает, хорошо на нем сидит пиджак или плохо, вообще не понимает. То есть основное качество это он потрогает тряпочку, он посмотрит ценник и посмотрит бренд, не буду назвать какой. Ну, и в другой последователь, я бы даже... Ну, или в какой-то, да, к каждому свои приоритеты. И все. Знаете, сколько раз, когда я подходила сзади и говорила, пиджак прекрасный, но давайте мы сделаем вот здесь вот рукав и вот здесь уберем рукав, сзади приталим, я думаю, вам надо сделать покороче, потому что у вас ноги будут подлиннее смотреться, да, и брюки, я думаю, вот я зажимаю брюки сзади, посмотрите, как вы смотрите. Извини, перебью тебя, подожди, подожди. Хорошо, я не разбираюсь, я одел, мне понравилась тряпочка, как ты ее называешь, мне понравилось название, да, мне там еще что-то понравилось, я одел и не понимаю, сидит, хорошо. Ну, там есть девочки справа и слева. Хорошо, если им нельзя доверять. Их задача другая, не то, чтобы мне понравилось, чтобы я себя комфортно чувствовал, а задача. Это еще одна из, на самом деле, наших миссий, it's one of our mission as well, it's education, это обучение, потому что... Обучение? Обучение клиента. А, клиента. это очень хорошо, если вы знаете такой магазин, куда вы пришли, и вы доверяете тем людям, они для вас авторитеты, которые скажут, что на вас действительно сидит костюм, классно, как положено правилам, а костюм это вообще мужская мода, это набор правил, да, и по мере того, как ты овладеваешь правилами, ты можешь играть направо-налево, но ты сначала должен знать правила. Поэтому хорошо, что если у тебя есть такое, по нашему опыту и по опыту моих друзей, родителей, очень мало кто попадает на таких людей, на такой бренд, на такой магазин, где ему оказывают профессиональную помощь. То есть, я вам говорю абсолютно, это серьезно, сколько раз в магазине, в дорогих магазинах я подходила к клиенту тихо, чтобы на меня никто не обиделся из персонала и говорила, что прекрасно, вы купите хорошее, плечи сидят отлично, а дальше вы отнесете портным и сделаете вот это, и вы не узнаете себя в зеркале. И это то, чему мы учим клиентов, как должен на них сидеть костюм. Неважно, за сколько ты его купил, но есть правила. Говорят, что важнее посадка, чем цена, стоимость ткани, потому что действительно посадка очень важна в костюме, и она совершенно меняет облик мужчины, и она показывает то, что ты разбираешься в том, что такое костюм, как его надо носить. И это один из моментов, который мы учим. Ребята, которые с нами работают, мы не отпускаем практически никого с длиной рукава по костяшке, там, с широченными брюками. Конечно, клиент всегда прав, но мы пытаемся гайдить немножко клиента. Yeah, we're trying to guide клиента. Absolutely. Я понял. Да. И прошу прощения, не перебью, это еще из-за один из моментов, почему человек, потом ему сложно перейти на готовую продукцию. Он приходит, он одевает, и когда все, он уже знает, на что смотреть, он знает, почему у него должна быть такая длинная пиджака, другая, где у него лишняя ткань, почему у него такой широкий рукав или длинный, почему у него не рабочие пуговицы, ну и так далее. То есть детали все-таки, да, я был неправ изначально, я не хотел с тобой спорить, понятно, что у нас разные весовые категории в этом смысле. Вы приходите, мы вам расскажем, на что надо обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор. Хорошо, хорошо. Обязательно это сделаю, нет, действительно обязательно это сделаю, но тем не менее, давайте вернемся к нашему разговору. Итак, продолжим разговор о конкуренции. Все же. Потому что, допустим, я соглашусь, конкуренты ваши, с точки зрения ценообразования, это даже магазин готового платья. Вы здесь конкурентно способнее, потому что, по какой-то причине, по очевидной причине, вы можете... Мы можем compete с ready-to-wear. Да. Да, Олег Аскин, у нас есть причина для этого, да, чтобы compete? У нас есть возможности? С ready-to-wear? Да, абсолютно. Абсолютно. Но мы, в terms of price и в terms of product, мы даем людям гораздо лучше. И в terms of price мы можем compete? Да, абсолютно. Это что мы... Потому что, когда я приехал в Москву пять лет назад, говорит Пол, многие из моих коллег, я тогда работал в банке, и многие из моих коллег, они все в Лондоне или в Милане. Практически, все коллеги Пола летали в Лондон, в Милан, чтобы... На шопинг. На шопинг. Абсолютно. И тогда, если вы думаете о том, и тогда... Пол, я прошу прощения, sorry, а по какой причине? Потому что здесь не было того, что им хотелось, и здесь это все безусловно дорого. Почему? Потому что это слишком дорого или потому что они не могли найти, что они любят? Потому что, потому что, я думаю, что все в Москве говорят, что это слишком дорого. Потому что дорого. Дорого все же. Но это очевидно. Но я хочу сказать, что мы не можем полностью competить с Европой. Not yet. No, I think if you compare also our prices, we are a little bit more expensive here in Moscow, about 10-15% more expensive when you compare it to tailor stores in Amsterdam or in London. Пол сказал, я с ним совершенно согласна, что мы все равно никогда... мы не конкурируем с Европой. К сожалению, пока мы не можем в цене. Если, например, сравнивать продукт, который мы продаем и производим с подобным продуктом в Европе, у нас на 10-15% дороже в силу объективных обстоятельств. Вот хотелось бы их озвучить все же, эти обстоятельства связаны... Why are we more expensive than 10-15%? It's logistics and import tax. Это, да, это налог и логистика. А логистика, она связана с заграницей у вас, да? То есть, я так понимаю, ткани оттуда идут? Ткани оттуда идут и производство у нас тоже... Фурнитура оттуда. Фурнитура. И производство у нас заграницей. Да вы что? Да. Производство у нас за границей. Не знаю, хорошо это или плохо, но сейчас это такая модель, которая нас устраивает. А за какой границей, если не секрет? За несколькими разными. Давай обо всех расскажем. We're exactly и Марокко, да, ну, может быть, Франция меньше 7, непонятно, почему там производство. Да. Это очевидно. Ну, наверное, затраты на рабочую силу там дешевле гораздо. Ну, да, хорошо, что вас это не пугает, потому что это такой вопрос, который... Я говорю, что если у нас будет классное производство, постоянное, высококачественное, где угодно, Белоруссия, Россия, Китай, я пойду туда. Конечно. Когда поэтому люди мне говорят, почему Марокко, что за Марокко. Сделано в Марокко, я его одену, он и развалится сразу, пойдет по швам. А вы когда-нибудь видели этих бедных англичан в подвале или итальянцев там, в деревне? Ну, I'm saying about... Нет, ну, это нормально, это нормально, и, собственно, сейчас я все время, когда эту тему дешевые рабочие силы, да, или там дешевых затрат на рабочие силы обсуждаем, я всегда такой пример привожу. 10 лет назад, ну, также, наверное, да, очень многие вещи, которые мы видим даже сейчас на столе, вот так вот, переверни, и написано, в Китае. Ну, 10 лет назад сделано в Китае, это было синонимом какой-то подделки, барахла. А сейчас, а сейчас, извините. Абсолютно с вами согласна. Я верю в то, что если есть хорошее руководство, менеджмент, квалити контрол, конечно, главное, да, а в нашем случае костюмное, это, конечно же, конструктивная посадка, лекала, ткани, дизайн, модель, если ты в состоянии руководить производством так, чтобы это было постоянно, да, качественно, без проблем, где ты это разместишь, где тебе удобно. Когда мы будем готовы сделать это в России, мы это сделаем. Вот, 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 это вожделенный вопрос, и мы о нем, на него, да, поподробнее ответим, но уже после новостей. Сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Александр, подождите, мы ответим вам. Итак, друзья, продолжаем наш эфир, в эфире Финам.ФМ бизнес-класс, меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня мы обсуждаем тему, связанную с пошивом одежды на заказ, как в России приживается этот бизнес, и у меня в гостях сегодня, я бы сказал, рулевые этого бизнеса в России, Катя, не очень скромно, но тем не менее, тем не менее, в гостях сегодня Екатерина Лопаткина и полкомандор, совладельцы сети магазинов персонального пошива Костюмин Код. Уважаемые слушатели, вы можете, еще раз я повторю, задать вопросы сегодняшним гостям, либо прокомментировать свою точку зрения, для этого есть телефон в студии 6510996, код Москвы 495, и для этого есть сайт компании финам.ФМ, звоните, пишите, задавайте вопросы, и один из них как раз у нас есть, сейчас на связи, наш слушатель Александр, давайте с ним поговорим. Александр, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Алло, добрый день, Олег, добрый день, дорогие гости. Здравствуйте. Вопрос у меня следующий, хотелось бы все-таки узнать поподробнее о тех, которые вы используете при пошиве костюмов своих, про стоимость, ну, соответственно, как она гаршируется и срок выполнения заказа. Спасибо, спасибо, Александр. Спасибо. It's about fabric, question, what fabric do we use, timing, how long, shall I do, or? Yes, you should do, and price. Yeah, sure. Like, in terms of fabrics, we work with the famous brands, fabric brands, Lory Piana, Cerruti, For Cherch, we work with Thomas Mason. Да, в ткани мы работаем с известными раскрученными, любимыми для россиян и москвичей, Lory Piana, Cerruti, и с огромным списком никому неизвестных производителей ткани. Ну, не менее, не менее хороших, да? Не менее хороших, не менее качественных. Не менее качественных, но те, которые не всегда выбирают для себя производство ткани с кручением 200, например, да, или 250, они прекрасно себя чувствуют 100, 120, 150 и великолепно качество. Я не в материале, вот, мне заинтересовало кручение, чем больше, да, вот этого кручения, тем круче. Вообще, это интересная штука, потому что вообще это кручение, то, что называется Super 120, 100, 150, среди производителей тканей, они так и не договорились, что это как это. А в эталоне неком? Да, эталона нет. По большому счету, у каждой компании называют 120, что угодно. То есть, в одной компании Super 120, может быть, равняться Super 150 в другой компании. Это невероятно условный, но очень любимый в России показатель качества ткани. Не только в России, а по всему миру. Не только в России, да, по всему миру. Но как-то так он прижился среди клиентов, что вот считается, что чем выше, тем лучше. И мы с этим не согласны. Не всегда согласны. Вы не всегда согласны. Это очень зависит от того, для чего вам нужен костюм. Я предполагаю и с удовольствием пойду на это. Мы сейчас опять в философию с вами углубимся. Для чего мне нужен костюм? Кать, Пол, для чего нужен костюм? Для чего? For what you need a suit? If you need a suit for every day for work, you need a very different fabric than when you are getting married. Вам нужна совсем другая ткань, чем когда вы женитесь для свадьбы. or when you have a closet with 50 suits, когда у вас в шкафу в гардеробе 50 костюмов, and you have all your blues and grays and browns, есть уже синие. Yeah, but also you have different sensitivities because you wear your suits a lot less frequent. То есть, идея основная, конечно, такая же, что если у вас есть возможность иметь в своем гардеробе разные костюмы на каждый день и носить один костюм не раз в день, а раз в неделю или в две, конечно, они дольше сохраняют свое качество. Ну, это очевидно. Шерсть, штука деликатная, шерсть с крючением 200 еще больше, шерсть, которая была произведена с овец, которые пасутся на зеленых лугах и сбрита только с шеи, она еще деликатнее. Я понял вас. Поэтому через две недели удивляться после того, как ты в командировке каждый день выносила приходить, почему у меня, то все. Залоснились рукава, да? Залоснились, да. Ну, ребят, это такой костюм, чтобы сесть, доехать и все, и забыть про него на месяц. Дальше нужно отвисеться, прийти в себя. А еще лучше и не садиться, наверное, да? Потому что за руль садишься, а потом складки сразу появляются. Конечно. Это любимые. Немнущиеся костюмы, но при этом натуральные, хотят все. А есть они? Нет, натуральные всегда мнются. Я, прошу прощения, у Александра прежде всего, мы ушли от ответа на его вопрос. Пять-шесть недель мы тратим на пошив костюма. Где-то в этот же срок, может быть, четыре-пять недель на пошив сорочки. Костюма, двойка, пиджак и брюки у нас стоимость идет 25 тысяч рублей. И это пойдет до 55 тысяч рублей. Ну, это пойдет так高, как ты хочешь, потому что это зависит от фабрика. Если вы выбираете очень дорогой фабрик, ваша шутка будет... Самый дорогой костюм. Сейчас у нас... У нас стоимость костюма зависит от категории ткани. Это вам будет стоить 55 тысяч рублей. Ничего, что мы такие страшные цифры озвучиваем. Для Москвы, наверное, это привычнее. Я думаю, это не очень страшно. Не очень страшно, да? Для Москвы это не очень страшно. Вот. Ну, я думаю, in terms of prices you can also see that it's quite comparable to ready-to-wear if you go to a brand store. Пол говорит, что даже вы сможете посмотреть, что наша цена на наш костюм, который шит по вашим меркам, не забывайте это, который сидит не как... не когда... близко даже, как сидит ready-to-wear. мы достаточно конкуренты с готовой продукцией. Цена 24 тысячи, 28 тысяч, 30, 32. That's exactly what we're trying to do. Вы согласны? Я согласен. Я согласен, но если позволите, все-таки мы немножко отвечали на вопрос Александра, немножко говорим о конкретике. Давайте все-таки обоих вещах продолжим разговор. Вот Катя сказала замечательную фразу. что если бы в России возможно было бы производство открыть, то мы бы с удовольствием это сделали. Как минимум сэкономили на логистике бы, да, это очевидно. Вопрос. Но, давай. Я имею в виду по поводу логистики, потому что... А, даже вопрос и в этом смысле? Конечно, потому что вы понимаете, что на логистике Россия такая большая, что транспорт иногда может действительно составлять большую долю. Чем ближе к Москве, тем все это дороже. Поэтому смысл открывать где-то в Москве нет вообще. Даже близко к Москве нет. Иногда и из Марокко дешевле довезти в Москву, чем из Подмосковья в Москву. Я правильно понимаю? Да. Но это тоже зависит, где твои фабрики, потому что большая фабрики в Европе. Да. И это легче привести фабрики в Европу. Да, согласно. Согласно. Пупол говорит о том, что еще, конечно, зависит от того, с чем вы работаете, с каким материалом. То есть мы работаем с тканями европейскими. Это Италия, Англия. И для нас эффективнее оставлять их там, не пересекая границы. Почему? Потому что полуфабрикаты, все вот это, да, фурнитура считается неготовой продукцией, налоги такие, налоги и сроки, что смысла пересекать лишний раз вообще нет. Ну, понятно. И в конечном итоге готовая продукция, да, она отходится дешевле, да, если ее оттуда везти? За счет того, что, конечно, производство дешевле. Ну, да. Там, да. Да? Потому что продукция более эффективна там, так как, когда вы привезете радио, когда вы делаете там, то вы привезете сюда, на следующий момент для нас это модель, которая работает. Мы абсолютно открыты ко всяким разным предложениям, ищем, знакомимся, встречаемся, смотрим, готовы ли предприятия вообще к таким клиентам, как мы. Потому что... Предприятия российские. Российские, да. Потому что, конечно, для этого нужна достаточно серьезная фабрика, достаточно подготовленный персонал, компьютерные системы. Они должны быть готовы к тому, что они будут меняться под клиента. То есть не они нам предлагают, а мы говорим, мы хотим так, 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 да, давайте делать, придумать, настраивать. А есть такие предложения уже? Ну, можно так сказать, без фамилий. Вот есть в России, да, на ваш взгляд, достойные объекты, которые вы уже, может быть, подходили или собираетесь? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Я думаю, I think it will take a few years before we can do it. Я думаю, несколько лет должно пройти. Or we should start ourselves. Absolutely. Или нам нужно будет начать его, сделать такой же, что мы сами. Несколько лет должно пройти, чтобы что? Чтобы производственники созрели к модернизации. И начали модернизировать самостоятельно. Либо, и вот может быть даже, это даже, как тебе сказать, более реальные, либо такие, как вы, в данном случае, энтузиастами. Не обидно Кате на вас? Нет, абсолютно. Вы придете, что вы здесь вообще творите-то? Творите-то что? У вас замечательные производственные площади, как минимум. Каждый день приезжаем мимо большевички, я об этом думаю. Вот, вот. Но большевичка, тем не менее, у нее вот есть бренд, она там что-то тоже шьет и продает. Кстати, да. Не хочу про них говорить много. Нет, много не надо. Ну, я с вами согласна. Ладно, я понял. И тем не менее, они как бы, да, на... Близки. Они, да. К такому моменту. А, то есть они в раздуме, в процессе раздумья. У них есть направление персональной подшивы. У меня есть, у нас есть свои соображения, что им не хватает, чтобы быть успешными в этом направлении и популярными. А вы делились своими соображениями с ними? Конечно, нет. Я смотрю, Пол уже сидит на меня злится, потому что... Я понял, да. Видимо, какие-то коммерческие тайны. И мне очень хочется... То есть мы ждем там момента, когда же большевичка, наверное... Ну, рано или поздно, она должна же как-то прийти вся встрепенуться и понять, в общем, что... Что это происходит? Как идти в ногу со временем, собственно говоря. Ну, Пол, да, и Катя, я... Ну, Катя-то, собственно, наверное, это ближе и понятней, да, ментальной точки зрения. Но я боюсь... Это очень долго вам придется ждать. Очень долго. Так уж все здесь устроено. Ну, ладно, не будем о плохом. Я сам всегда надеюсь на то, что вот рано или поздно, или как, пройдет небольшой отрезок времени, и все вокруг переменится, все вокруг. Конечно, безусловно, прежде всего это здесь, да, как говорил известный классик, профессор Пьявлажинский, там должно сначала, в умах, в умах, а потом уже в сортинах. Ну, не только производство. Я вам хочу сказать, пока мы занимаемся нашим прекрасным делом, у нас уже столько параллельных историй для бизнеса родилось. Например, такая простая вещь, как вешалки, таргетки, чехлы, кофры, и дальше по списку. Найти компанию, которая... Могла бы, да. Не предлагает тебе то, что у них есть, а ты должен в эти рамки зажаться и это купить или произвести. А потом каким-то образом транспонировать под то, под то, да? Конечно, а сказать, а подстроиться и быть пластичными, это мне очень нравится пример, как ты... Yes, you want to add something? Well, you were saying about production in Russia, yes? Yes. Well, I think this goes for many countries, because so many countries produce not in their... not in Europe, but they all produce in China or in other low-cost areas. Да, Пол говорит, что не только Россия, но и все... очень много европейских компаний, конечно, производят там, где более эффективно, в Китае или других, это не только наша проблема. Да, проблема, наверное, Европы и развития. It's not even a problem. You should produce where it's most efficient to produce. Не, опять-таки, что называть проблемой, да? Если мы просто с точки зрения рентабельности, да, с точки зрения производства выносим его за пределы, все так делают, во всем мире все так делают. Другой вопрос, что в результате получается? Мы сейчас об этом говорим, ты заговорил о том, вот есть плечики, да, там, для мужского костюма. Да, да. Нам нужны вот такие, потому что у вас костюм вот такой. Да, да. Вы пришли, давайте вот переделайте, чуть-чуть переделайте. Нет, Покупайте 58 или 70. Вы смеетесь, или режьте ножницы, и мы сидим режем, правда? Ну, вот такие варианты бывают, поэтому... Я понял вас. Хотим, но пока не можем. Ну, ничего, я думаю, я думаю, все. Мы опять, да, когда в конечном итоге, да, очень часто в программе, в бизнес-классе упираемся вот во что-то подобное, да, то, что, ну, сиюминутно не сдвинешь никаким приказом, указом и так далее. Ну, всегда, я, по крайней мере, произношу эту фразу, но надо надеяться на лучшее, потому что, ну, не может быть так постоянно, да, точка кипения какая-то возникает, а потом процесс сдвигается, он, наверное, медленно будет двигаться, но главное, что он будет, а вы еще раз повторите. I think that this will move on, maybe slow. Да, и мне кажется, в этом, кстати, есть какой-то кайф, это такой челлендж постоянный, то есть, а что интересного, вот ты пришел, тут все, а тебе надо найти, отыскать, это человек договориться с ним, пролоббировать, это же какой-то драйв постоянный, поэтому вот мы и веселимся уже на три года. это здорово, это главное, уважаемые слушатели, я хотел бы сейчас обратить внимание, как вот при приседении этой фразы, у Кати глаза горят, вот это, да, это признак настоящего энтузиаста, вот такие люди и движут эту землю, на мой взгляд, и сдвигают даже самые невообразимые преграды, потому что горит глаз, и причем я подразумеваю, да, сейчас мы об этом поговорим более детально, ведь не ради денег-то все это устроено, прежде всего. Деньги? Что такое деньги? Сейчас мы об этом поговорим, сейчас новости на Финам ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, осталось всего лишь 12 минут нашего эфира, давайте продолжим его, будем отвечать на вопросы, ну, и еще я с огромным удовольствием поговорю в студии с моими сегодняшними гостями, они замечательные. Напомню, это Екатерина Лопаткина и Пол Командор, совладельцы сети магазинов персонального Пашима, Костюм М.Кот, и мы говорим, собственно, именно об этой теме сегодня, насколько эта история популярна в России, но пока все-таки не очень популярна, да, Катя? Мы делаем все возможное, чтобы она стала популярной. Можно я хотела добавить одну штуку, что вы не удивляйтесь, пожалуйста, что девушка в прямом эфире рассуждает о костюмах, я просто пользуюсь положением, что я русскоязычный человек и могу более активно участвовать в диалоге, потому что, конечно, идеолог и вдохновитель мой, в частности, это мой партнер Пол, и я даже немножко сожалею, что он не может в полной мере рассказать о том, на что такое костюм, и как это сейчас. Я тоже сожалею, да, да. Поэтому я как бы немножко более активна, но вообще... Немножко, да. Немножко, да. Это нормально. Ну, считайте, что я его все вопросы спросила и просто пересказываю. Ну, конечно, Пол, да. Есть вопрос о Дмитрии у нас, и, собственно, давайте, прежде чем мы начнем на него отвечать, собственно, тему, как бы дальнейшей беседы я несколько анонсирую. Очевидно, что в любом деле, в любом бизнесе и в вашем таком тонком деле нужны профессионалы. Где вы их берете? Ну, помимо того, что вы два очевидных профессионала своего дела, где вы их берете, где вы их учите, и вот Дима спрашивает по этому поводу, где и какие портные шьют костюм, который у вас заказан. Да, у нас есть две составляющие, наши партные в наших ателье, и люди, которые работают с нами пока в Москве, наша команда, которая работает с клиентами, продает, которая придумает концепцию, продвигает ее и так далее. как всегда, ищем нужных людей, хороших людей. вот, вот, это проблема, это проблема, да? Это проблема. Это не всегда идеально, но это, конечно, требует найти нужных людей, хороших людей, профессиональных, это требует время, требует обучения, требует... Обучение, они у вас проходят обучение? Наши люди, которые в Москве, да, работают, проходят обучение у нас, естественно, партнеры, с которыми мы работаем, они, с которыми мы работаем в наших ателье, они должны понимать, что мы от них ждем, то есть, это тоже определенная школа, какое качество, стиль, ну, все-все-все-все, да? Но они уже готовые профессионалы, да? Вы их искичите, за рубежом, вы на них выходите, так сказать? Готовые, да, люди, которые умеют шить. Этим все определяется, Шить мы не учим. Да. Я думаю, что это тоже, что я пытаюсь сказать, что это не просто, это не просто, чтобы начать с этим, но вы можете тренировать и привести людей в вашей компании к хорошему стандарту, где все понимают стиль и тейлори. Пол говорит, что, конечно, когда ты только начинаешь, сложно подобрать тех людей, которые будут готовы, совершенно, особенно в нашем бизнесе, он новый для России, особенно с теми стандартами, которые мы хотим придать этому бизнесу. Но мы верим в людей, и если у них горят глаза, и они хотят учиться этому и подтягиваться, то они совершенно становятся нашими людьми, и мы вместе идем дальше. То есть вы их транспонируете. Абсолютно, да. Особенно потому, потому что мы пытаемся принести стиль не так же старые классики, но также более модерн и шарпые. лукш. Да. Особенно то, что мы с нашим стилем пытаемся принести не классическую, какой-то классический элемент, а современный, облегченный, модный. И поэтому и люди такие у нас, с которыми мы работаем, они готовы к изменениям. Это легкие, модные. Модные, когда я говорю слово модные, я имею в виду то, что они реагируют на какие-то тенденции, изменения. В этом смысле модные. И, в принципе, молодые. Ну, а если говорить о тенденциях, все-таки эти тенденции вы устанавливаете сами, ну, учитывая, что у вас есть, наверное, для этого личный потенциал. Либо все-таки вы смотрите на некие общемировые тренды какие-то, как появляются в коллекции сейчас. Are we following trends? Well, on the one hand, yes, of course. On the other hand, there are basic rules for nice suits and shirts. Конечно, мы смотрим за всеми трендами, но, еще раз, костюмы, сорочка, говорит Пол, есть основные правила у них. И, на самом деле, очень интересно, например, менялось мое мнение об этом, потому что я человек, который, наоборот, очень ориентирован на моду и на тренды, а Пол человек, который всю жизнь носит костюмы. И у нас такой идет постоянный с ним спор, причем в любом, что бы мы ни делали, ну, действительно, в любом, у него это правило, книга правил, а у меня это тенденции. И мне кажется, наше вот это вот сочетание, оно дает какой-то общий результат, хороший. Мы друг другу равновешиваем. Это здорово. Да. В итоге у нас все получается очень элегантно, но с изюминкой. Кать, и все-таки вот коснулись мы этой темы, бизнесом, вы занимаетесь бизнесом? Бизнесом. Это похоже на бизнес, вообще, учитывая то, что при упоминании слова деньги, ты как-то нервно засмеялась. Я тоже не знаю, почему, кстати, я нервно засмеялась, потому что у нас все хорошо в этом вопросе. Ну, то есть, это рентабельно, вот то, чем вы занимаетесь, это рентабельно, да? Это приносит вам какие-то деньги, да? Да. мы начали бизнес, чтобы сделать его прибыльным. Да, мы открыли, стали заниматься бизнесом, чтобы сделать его прибыльным. На другой стороне, вы тоже должны понять, что мы начинаем. We are in the first two-three years of our business. Да. So, it means that you still have to invest and try to make something nice. You're trying to create still, instead of, you're not trying to get money in your bank, you're trying to build up a company. Да, я согласна с полом, то есть, мы не будем скрывать, мы говорим здесь о бизнесе, и бизнес, я согласна, совершенно считает, имеет право существовать, если он рентабельно просит бизнес. По-другому, это хобби, или не знаешь что. Ну, это какие-то другие, да, уже есть. Это бизнес, это бизнес, и все у нас построено каждый шаг на финансовой модели, каждый. Ну, с другой стороны, мы стартап, нам два-три года, и мы все время инвестируем, постоянно, то есть, еще не пришло время забирать, поэтому, наверное, я на вопрос, когда деньги, я как бы деньги вижу, но я понимаю, куда они идут дальше. Это нормально. Да. Мы ждем. Я думаю, практически для большинства бизнеса, людей в бизнесе, это нормально, что деньги-то у людей есть, но их всегда есть, куда пристроить сразу же. Вот. Да. До кармана личного не доходит, да, это так. Кстати, о стартапе ты заговорила, да, о том, что есть еще куда двигаться, а есть похожие проекты в России сейчас, ну, в Москве, наверное, все-таки. Are there similar projects in Moscow? Yeah, they are coming. Они приходят. Они приходят. So, when we started two years ago, I think we were the first. Когда мы начали, серьезно скажем, без всяких сомнений, там, два с половиной года назад мы начали прям, ну, активно, то есть, три года мы проработали, до этого года мы проработали в идее, два года начали. Мы были прям вот одни из первых. Если не первыми, и не единственными. в такой концепции. А, именно в концепции. В такой концепции. В чем особенность нашей концепции? Мы хотим сделать доступный персональный пошив. Да. Быстрым, удобным, современным, да, модным. Модным. Были, существуют портновские дома с костюмами, там, 100 тысяч евро итальянскими портновыми, которые бежают раз в год, и потом еще 10 лет тебе шьют костюм. Есть такие концепции? Полу очень нравятся эти все истории. Мы, конечно, все их знаем в Москве, мы знаем всех. В этом смысле. И все пробовали, практически. Да. Вот. Мы не строим тут никаких иллюзий, мы говорим все как есть, ну, про нас, да, у нас нет итальянских портных, которые приезжают, и которые шьет в пятом поколении. Да. Ну, то есть, в конечном итоге, я покупаю этот самый костюм, покупаю как частичку этого, я не знаю, там, мысли об этом портнем, когда, да, в пятом поколении. Да. Зачем мне это нужно? Зачем это нужно? Вот, да, и мы, то есть, были такие истории, и мы хотели сделать что-то другое, совершенно другое, мне кажется, мы абсолютно удачно это сделали, то есть, у нас играет в магазине хаус-музыка, у нас сумасшедшие какие-то фотосессии, у нас модные ребята, которые работают, у нас, там, предлагается пиво клиентам, устраиваем вечеринки, то есть, это такое... Это здорово, про пиво особенно, это здорово, ну смотри, а вот эти большие ребята, они вас не воспринимают какими-то потенциальными конкурентами? Мне кажется, воспринимают, они стали меняться, они стали меняться, я просматриваю, естественно, каждое утро практически сайты каких-то наших там коллег, я вижу, как они стали смахивать себя тоже, вот это все, ретро, пыль, пыль, да, поменяли с коричневого цвета, ушли на белый фон, да, на сайте, хотя бы на сайте, заменили там бордовую мебель, но поставили какую-то рыжую, они меняются, они потому что видят, что больше, все меньше и меньше остается людей, которые готовы за вот эти вот зеленые кожаные диваны, сигары, итальянских портных платить деньги. Бешеные причем. Бешеные. Люди стали проще, люди тянутся к простоте, к адекватности. Тем более мы живем в 21 веке, сейчас все вообще в интернет уходит. А да. Зачем уже? Поэтому мы тоже там. Кондовость-то это зачем уже, да? Вы знаете, когда тусуешься в каких-то таких бизнесах, сейчас же очень много стартапов именно в интернет-проектах, и когда мы общаемся с какими-то стартаперами, вот в этой, нам никто не верит, что у нас, когда мы говорим, у нас два магазина, как оффлайн-магазины, мы говорим, да, то есть за дверьми, оп, я говорю, да, люди не верят, то есть настолько уже прогрессивные мы живут в интернете, они могут поверить, что можно делать деньги еще не в интернете. Ну, у вас, естественно, да, ты говорила, и планы создать интернет-магазин. Да, потому что комбинация, я думаю, это самое удобное, для людей, в terms of service. Да, комбинация, именно сочетание физического магазина и интернет-магазина, для людей это самое удобное, мне кажется, наши клиенты будут рады именно такому сервису. Ну, я думаю, что да, тем более это очевидно, ведь опять вернемся к тому, что вы строите модель своего бизнеса или миссии, как мы сегодня говорили, миссии нацелены именно на людей живых, на людей модных, на людей подвижных, на людей молодых и физически, и, может быть, больше душою. Да, абсолютно. Поэтому я думаю, что, конечно, это будет работать. Друзья мои, я очень рад, что вы сегодня нашли время посетить нашу студию. Уважаемые слушатели, мы заканчиваем, я с удовольствием напомню, сегодня в гостях бизнес-канала была Екатерина Лопаткина и полкомандор, совладельцы сети магазинов персонального Пашима Костюм Кот. Вам уже, а не слушатели, я хочу напомнить, у вас есть возможность всегда послушать наш замечательный эфир, пообщаться с нашими гостями, в частности, и сегодняшними, и сделать правильный выбор. А выбор очевиден, да? Мы все стараемся быть молодыми, мы все стараемся быть модными, мы все стараемся идти в ногу со временем. Поэтому спасибо вам за внимание. Спасибо вам. Всего вам хорошего. Спасибо. Успехов в бизнесе. Спасибо. До свидания.